Николь Мэри Кидман – австралийско-американская актриса, певица, продюсер, лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль Вирджиния Ву в фильме «Часы», обладательниц именной звезды на Голливудской аллее славы пяти премий «Золотой глобус», двух премий «Эмми» и премий «Сатурн». Родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу американского штата Гавайи. Родителя – уроженцы Австралии. С четырех лет Николь начала заниматься балетом. Увлечение танцами привело в австралийский театр для молодежи, а затем в театр «Филипп-стрит», где будущая актриса совершенствовалась в вокальном искусстве и изучала историю театра. В возрасте 15 лет Кидман появилась в своем первом полнометражном дебюте – ремельке австралийского фильма «Рождество в лесу», который часто показывают на новогодние праздники. В 1988 году Кидман снялась в фильме «Изумрудный город» и сыграла главную роль в драматическом мини-сериале «Бангкок Хилтон». Права на показ сериала были куплены многими странами, в том числе и с СССР. Дальше была роль жены морского офицера в триллере «Мертвый штиль», которая принесла ей мировую известность. Кидман пригласили в Голливуд, где она сыграла роль в фильме «Дни грома» вместе со своим будущим мужем, актером Томом Крузом. Картина стала одной из самых кассовых лент того года с 1991 до 2003 года. Годы с лихвой наградили ее за актерское мастерство и смелость, интересные роли, восторженная похвала зрителей и критиков, номинации на премию «Слава кинозвезды». Николь получает приглашение и снимается, снимается. «Дни грома», «Флирт», «Далеко-далеко», «Моя жизнь», «За что стоит умереть», «Портрет леди», «Другие», «Часы», «Догвелль». После 2004 года не все фильмы с участием звезды снискали широкий успех, Кидман сама отклоняет ряд интересных ролей в связи с беременностью. В 2009 году журнал «Урити» сообщил, что Николь собирается заняться продюсированием и озвучкой картин и мультфильмов. В 2012 году на Каннском фестивале показали детективную драму «Газельчик», где игра Кидман в роли Шарлотты Блесс была признана едва ли не лучшей в карьере актрисы. В конце 2018 года на российские экраны вышла «Кваймен», а 14 марта 2019 года – триллер «Время возмездия» с Николь Кидман в главной роли. Как певица, Кидман самостоятельно исполняла свои партии в фильме «Молин Руш», в анимационном фильме про пингвинов «Дело и ноги», в фильме «Музикли 9». Успех ждал ее и в рекламе парфюмерных брендов, швейцарской часовой компании у мега интеллектуальных игр серии «More Brain Training» на европейском рынке. 10 лет Николь была замужем за актером Томом Крузом. В 2006 году она вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Свадьба была в Сиднее. В 2008 году Николь стала мамой девочки Санды Роуз Кидман Урбан. В 2010 году у пары родилась вторая дочь, Фейт Маргарет Кидман Урбан. Девочка была выношена и рождена суррогатной матерью, но при этом она является биологической дочерью Кидмана Урбана. «Пожалуй, это одно из моих главных достижений», уточняет Кидман.